Знаете, иногда хочется, чтобы вот такие вот вещи показывали нашему национальному лидеру, который очень любит говорить, ребята, мы с вами в одной команде. Видео, которое вы сейчас увидите, лично у меня вызвало отвращение. Это снято в день распродажи в одном из продуктовых магазинов. Там не десятый айфон по дешевке толкали, просто продукты питания. Хлеб, молоко, яйца. Ладно, чего тянуть-то? Внимание на экран. Тише, тихо. Успокойтесь, пожалуйста. Фух, фух. Успокойтесь, пожалуйста. Вы что творите? Вон, пасть. Ладно. Кстати, я чего это в той одной команде ни одного делегата от чиновничества не увидел? Или они так, только в период избирательной кампании, типа в команде, а как унижаться и позориться в стороне? Начинаем. А главной звездой первой декады апреля стала потрясающая женщина и настоящий чиновник Голикова, которая придумала, как победить бедность. Вы тоже сейчас думаете, чем же таким гениальным эта мадам разродилась? И вряд ли угадаете. А все просто. На самом деле Голикова предложила отменить такое понятие, как прожиточный минимум. Совсем. Именно от этого показателя сегодня отталкиваются главные экономисты в стране. Когда считают число нищих россиян, слышали, наверное, такое? Нет. Человек находится за чертой бедности. Вот этой самой чертой является прожиточный минимум. Сегодня это около 11 тысяч рублей в месяц. И все те люди, чьи доходы ниже этой цифры считаются нищими, государство обязано им помогать, ну или заботиться, выплачивать там пособия, всякие соцподдержку оказывать. Однако мы-то ведь знаем, денег нет, а голодранцев этих уж слишком как-то много. Даже сказочники из Росстата называют цифру в 14% много. Поэтому поставили перед нашими слугами народа пару лет назад сверхзадачу родить идею, как же избавиться от этого некрасивого показателя. Безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Снизить бедность, уровень... Хотя тут, наверное, неплохо было бы упомянуть, какими еще идеями фонтанировали слуги народные. Ну, например, говорили эти ребята, можно не считать бедными сельских жителей, у которых есть, скажем, собственное хозяйство, куры, гуси или корова, ну или тех, у кого имеется автомобиль. Неважно, что это ржавая копейка, доставшаяся по наследству от дедушки. Это же автомобиль, значит, человек уже не бедный. Впрочем, бред этот в конечном итоге все-таки отметался, пахло от него все же дурно. И тут на сцене появилась умница Горикова, сорвала овации. Действительно, было бы с чем заморачиваться. Какие-то людишки живут за чертой бедности, а чемушам за это по башке стучат? Отменить эту черту к ядрине Фине и вся недолга. Правильно, мудрое командирское решение. Браво, Татьяна Алексеевна, и спасибо, что хоть в расход этих нищих пустить не предложили. А это реальная журналистика, и у нас все пучком. Поехали! А вот от этой истории я вообще прибалдел не по-детски. Коллеги из Саратова на Рыле. Вот, кстати, этим видеосюжетом отвечу как раз многим из вас на часто задаваемый вопрос, почему, мол, ты всегда людей в их же бедах обвиняешь. Рассказываю. Есть в Саратовской области потрясающий поселок Некрасово, в 100 километрах от цивилизации всего. Живет там 800 человек. А еще при въезде в этот поселок можно смело вешать табличку «Здесь все закончилось вместе с советской властью». Потому что так и есть. 30 лет про этот поселок никто не вспоминает. Там развалилось все. Была когда-то швейная фабрика. Ключевое слово «была». Были школа и больница. Сегодня об этом тоже лишь тепло. Вспоминают «хозяйство было колхоз в смысле». Дальше сами фразу закончите. Молодежь давным-давно из того Некрасова уехала. Ну, за исключением стойких поклонников самогона или тех, кто пока не успел смазать лыжи. Вот я тут сколько лет живу? 30 с лишним лет. Помощи никакой не было. В селе всего хватает. А что тут может хватать? Тут ничего нет. Дома все пустые стоят. Все поуезжали в Саратов. Уезжают отсюда, конечно. Почему? Ну, а что тут у нас? Все рушится. Хотят жить. Работы нет. Опять в Саратов уезжают. Вот с ними понаехали, с детьми. Работы нет. Вот они кому-то идут на воз покидают. Что-то заработают. 100 рублей, 150 рублей заработают. И все. А вот теперь самое интересное. Стал бы я вам рассказывать эту историю, если бы в ней все было настолько просто. Как думаете, за кого эти люди проголосовали на выборах? Причем практически всем поселкам правильно. Кого вы голосовали? За Ельцина. Подождите, за какого Ельцина? Я вам наговорю. За Путина, господи. Путин за кого же еще? За кого еще еще было несколько кандидатов? Ну, за Путина голосовали. Привыкли уже к нему. За Путина за Кожи? Почему? Ну, мы ему верим. Самый лучший человек. Личный пацан. Пусть уж лучше будет старый. А новый кандидат и Собчак. А новый будет по-новому мести. Вот объясните мне, темному человеку, придет новый, будет мести по-новому. Только что старушка сказала, что у них там мести-то? Все развалилось. Поселок вымирает. 30 лет в него никто копейки денег не вложил. Что было, похерили. Хуже уже не бывает. Но люди эти, тем не менее, ничего не хотят менять в своей жизни. А вы мне пишите, что я людей не люблю. Да люди сами себя не любят. Дальше. А теперь приглашаю вас в Свердловскую область. Есть там такой городишко Сухой Лог. И в этом городе тоже усиленно думают, как победить бедность. А точнее, как помочь нуждающимся. Но обо всем по порядку. Есть в городе чиновники из администрации. Есть люди, которым по закону положено социальное жилье. И которые это жилье ждали годами. Обычно как такие вопросы решаются. Возводится новостройка. Мэрия за бюджетные деньги выкупает у застройщика часть квартир по цене чуть ниже рыночной. И в эти квартиры затем заселяются граждане. Так вот, чинуши из Сухого Лога решили, что они самые умные такую схему замутили. Короче, когда-то в городе функционировал профилакторий. Принадлежал Минздраву. В конце нулевых профилакторий тот купил местный бизнесмен возжигал и приютил в нем беженцев. Разумеется, не бесплатно. Чиновники оценили геройский поступок коммерсанта в прямом смысле и не раз. Но этого бизнесмену, кстати, сейчас еще и депутат, показалось мало и уговорил тогда господин своих друзей из мэрии присвоить профилакторию статус жилого дома, а затем купить у него 30 квартир в качестве жилья соцнайма для страждущих. Все бы ничего, только ведь не квартиры, это на самом-то деле, а больничные палаты, да и здания то в аварийном состоянии. Ну кому ж до этого есть дело? Главное, что наверху отчитались мы, мол, 30 семей жильем обеспечили, хвалите нас. Нас вообще в общаге жили, в Пазановской, нас оттуда выселили, в жизни где было, вот и это, дали сюда. А какого здесь живется? Оно живется. Не до работа, зимой вот холодно было, батарея греет, ну и тоже еле-еле. Ну все делом, справляемся со своими силами, конечно, ну хотя бы лучшего условия, ну как-то. Все ходят, спрашивают, расспрашивают, что да как, что да как, ну ничего не меняется, конечно. Холодно, обогреватели, как бы сижу с обогревателями, вот под домом нету горячей. А комнаты маленькие? Очень маленькие. Ребят, еще раз, это даже не общежитие и не малосемейка, это самые настоящие больничные палаты советской постройки, которые не предусмотрены для постоянного проживания. Примечательно другое, бюджету каждая такая палата обошлась в 26 тыр за квадратный метр, то есть как полноценная квартира в новом доме. У вас есть документы эти? Ну, кто там глава города? Суханов. Ну да как, еще раз повторяю. Я понимаю, на камеру просто. Я главой города стал с 26 июня 2017 года. Как еще по-русски или не по-русски вам объяснить? Понятно, все, больше вопросов нет. Большое спасибо, Роман Юрьевич. Слушайте, красотища какая, не находите чемуши, провернули самую настоящую аферу. Это вообще-то называется прикарманить бюджетные деньги плюс мошенничество на лицо, а спросить сейчас не с кого. Как же здорово у нас в стране дела делаются, надо решить проблему с бедными, давайте отменим черту бедности. Нужно скрыть коррупционную и мошенническую схему, давайте просто мэра поменяем, посадим вместо него человека, который будет улыбаться и говорить, что он не в курсе произошедшего ля пота. Кстати, бывший мэр Суховолога сегодня в другом месте пользу обществу приносит фонд капремонта региона. Возглавляет, ладно, закругляться пора, и это была реальная журналистика сегодня вот так. На моей страничке в ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете больше гимнастики для ума. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться. Не забудьте, в соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть что почитать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok